Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня я хочу предложить вам один из моих любимых узеньких браслетов. Ну, вот как мое мнение, то вот этот браслетик я бы могла использовать и как узенький поясочек к платью, как бретельки к блузочке. Вот мне почему-то видится вот именно в таком качестве. И можно даже как ремешок к часам. Будет очень интересно смотреться. Он очень мягкий получается. Видите, прямо вот такой вот совершенно мягкий. И если вас заинтересовал этот проект, можете присоединяться к нам и собрать все необходимые инструменты. Вот такой вот ремешок. Нам понадобится я взяла вот такие вот треугольнички с двумя дырочками. Это тоже новые бусины на Чехбитс-эксклюзив. Вот такие бусинки. я взяла бисер туха в одиннадцатом размере. Я взяла пинч-бусины или вот такие вот биконусы, я еще по-другому говорю. и два разных вида граненых бусин по три миллиметра. Три миллиметра и три миллиметра. Плести будем леской. Несмотря на то, что мы плетем леской, вот такой вот он мягкий этот браслетик, но совершенно мягкий. И я уже приготовила иголочку с леской и мы, пожалуй, с вами начнем. Будем делать колечко из следующих бусин. Вот смотрите, какой я набор сейчас сделаю. граненая бусина, треугольничек, три бисеринки, захожу в следующую дырочку, треугольничка, снова граненая бусина, треугольничек, три бисеринки, захожу во вторую дырочку треугольничка и сейчас мы завяжем с вами узелочек и будем продолжать дальше плести. Вот у нас получится вот следующее колечко. Вот что у нас получается. Вот такая деталька. Я вышла в граненую бусину и наберу новое колечко. Ну, если считать, что это одно колечко, мы набираем следующее. В принципе, у нас повторяются три колечка по очереди, какие мы будем набирать. И если уже быть совершенно точным, то начнем считать с вами вот с этого колечка, которое мы набираем. Граненая бусина, граненая бусина другого цвета, граненая бусина первого цвета, граненая бусина другого цвета и закрываем только на граненой бусине. Только на граненой бусине. Подтянем хорошенько. выйдем то есть вот теперь здесь мы не проходили через треугольничек а вот сейчас после того когда мы закрыли это колечко мы выйдем в треугольничек видите бисеринку я не трогаю подтянули начинаем второе колечко набираем пинч бусину треугольничек следите за тем чтобы у вас треугольничек лег именно так как он должен быть то есть вот так заходим в граненую а мы с этой стороны вышли мы с этой стороны вышли вот все правильно заходим в граненую бусину снова набираем треугольник ups треугольничек пинч бусину и закрываем наше колечко смотрите мы пропускаем первое колечко какое мы сделали мы заходим в треугольничек граненую бусину у меня здесь узелочек и немножечко неудобно ну давайте по очереди вот треугольничек проходим граненая бусина и следующий треугольничек опять в бисеринку мы не должны заходить вот пройдем поэтому это второе колечко мы сделали пройдем по этому второму колечку до треугольничка вот видите набираю 3 бисеринке захожу в треугольничек снова граненая бусина треугольничек и три бисеринки и закрываем это колечко вот тут даже если мы зайдем в бисеринку абсолютно никакого значения не имеет потому что мы снова должны пройти по бисеринкам это третье колечко какое мы сделали то есть и вот эти три колечка постоянно у нас повторяются чтобы мы могли сплести вот такое изделие вот смотрите я выхожу в граненую бусину я не прохожу через второй треугольничек гранёная бусина делаю первое колечко гранёная бусина гранёная бусина другого цвета гранёная бусина другого цвета и закрываю на гранёной бусине и выхожу сразу в треугольничек первое колечко сделано набираем пинч бусину набираем треугольничек заходим в граненую бусину треугольничек пинч бусина и закрываем на вот давайте с изнаночки чтобы было видно треугольничек граненая бусина и треугольничек бисер не трогаем вот это второе колечко проходим через пинч бусину треугольничек граненую бусину треугольничек и набираем 3 бисеринки 3 заходим в треугольничек граненая бусина треугольник и 3 бисеринки и закрываем третье колечко бисер ну здесь в бисер принципе если зайдем уже не страшно в третьем колечке мы можем зайти в бисеринку так как мы так или иначе по бисеру должны сейчас пройти чтобы продолжать наше плетение все вот три сделали колечко и снова я выхожу на исходное положение для первого колечка ну еще раз я повторю все три колечка чтобы вы запомнили и на этом мы закончим с вами закрываем на граненой бусине и выходим в треугольничек пинч бусина треугольничек заходим в граненую бусину треугольничек пинч бусина закрываем на треугольник пинч бусина треугольник то есть вот с изнанки чтобы вам было видно вот проходим пинч бусина треугольник граненая бусина треугольник и делаем последнее колечко три бисеринки вторая дырочка треугольничка граненая бусина три бисеринки и возвращаемся треугольник граненая бусина треугольник проходим в исходное положение для первого колечка и теперь начинаем повторять сначала с первого колечка как какое мы делаем только из четырех граненых бусин после этого мы делаем колечко с пинч бусинами и уже последнее третье колечко это с бисером и так я считаю что на этом мы можем с вами закончить наш мастер-класс и ну на моем по моему мнению ну действительно очень приятный такой получается вот жгут цепочка который я бы очень хотела использовать как не просто как браслет а именно как поясок к платью а вам уже выбирать что вы захотите браслет поясок к платью к этому же платью можно добавить еще и бретельки вот такие и у вас получится какое-то вот изделие достаточно интересная и необычная на этом я с прощаюсь если вам понравилось то что мы сегодня с вами делали можете подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы